Денис, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Денис, растет ли сопротивление на временно оккупированном полуострове, и кто это сопротивление представляет? Расскажите, пожалуйста. Сопротивление растет. Изначально это были проукраинские группы, это связано... Сопротивление есть с первых дней 2014 года, но в дальнейшем полномасштабное вторжение дало толчок и к Крыму. Жители Крыма увидели сопротивление, которое привели к результатам освобождения города Херсона. И также начали его поддерживать. Первые движения сопротивления это были желтая стричка, АТЭШ, и в дальнейшем еще появилась крымская боевая чайка, также еще взломавка. Следует отметить, что это проукраинские жители, которые в первую очередь завоевывали пространство на территории временно оккупированного Крыма, расклеивая всякие украинские флажки, украинскую символику, развешивали желтые ленты. В дальнейшем это сопротивление возросло, начали передавать, что подтверждает и военные координаты движения сопротивления, это военные координаты, военные данные. Так, это привело даже к тому, что появилась карта, которая именно составлена жителями Крыма, которые входят в эти движения сопротивления, а также все жители, которые хотят возвращения Крыма. В дальнейшем следует отметить, что движение сопротивления, оно возрастает уже непосредственно от действий оккупационной власти, которая приводит к недовольству и среди местных жителей. То есть сопротивление не только проукраинские, но и люди, которые уже недовольны и все-таки понимают, что возвращение в Украину будет для них лучше. Так это отмечается. Жители Херсонской области, которые были вынуждены покинуть Херсонскую область и выехали в Крым, сейчас жалуются в телеграм-каналах отдыхающих с территории Российской Федерации, что им прямо в глаза высказывают жители Херсонской области недовольство действиями российской армии, и недовольство оккупационной властью. Также прямо высказывают это и дети во время игр с российскими детьми, также дети, которые выехали из Запорожской, из Херсонской области. Это все есть в телеграммах, недовольство, возникают конфликты. Кроме того, как после начались активные действия на объектах инфраструктурной территории временно оккупированного Крыма, также было недоверие непосредственно к сотрудникам. И начались активные проверки на объектах инфраструктуры, проверять как руководство, так и всех сотрудников. Это также вызывает, с одной стороны, недоверие, с другой стороны, конфликты, которые также приводят к тому, что люди понимают, что, скорее всего, ситуация будет ухудшаться, контроль будет усугубляться и будет преследование. И поэтому также возникает и сопротивление, как и на объектах инфраструктуры, и также и на военных объектах. Были непосредственно несколько ситуаций взрывов на военных объектах. И именно тогда ФСБ подозревает, что это уже непосредственно производились самими военнослужащими, российской армией, которые проходят службу на этих объектах. Поэтому количество и объемы сопротивления только возрастают, и в дальнейшем они будут только расти. И, к сожалению, также и растет и преследование, которое осуществляют российские спецслужбы и российские правоохранители. Вот об одном из самых известных партизанских движений АТЭШ. В него входят в том числе и крымские татары. Что известно о масштабах деятельности именно этого партизанского движения в Крыму? Ну тут следует отметить, вы сказали, что они совершили диверсию у Новой Хакавуки. Но они совершали ранее диверсии и брали на себя ответственность как на территории Крыма, так и на территории новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Также брали ответственность за некоторые военные действия на территории Российской Федерации. Следует отметить, что оно возникло как раз год назад, в сентябре 2022 года. Это стало реакцией на незаконную мобилизацию, которая проводилась как на территории Российской Федерации, так и на территории временно оккупированного Крыма. И люди, которые незаконно были насильно мобилизированы, или которые удалось скрыться, но не удалось выходить с территории Российской Федерации, они объединились и создают активные действия по партизанскому движению. Именно в военной сфере они проводят диверсии на военных объектах, также проводят террористические акты, уничтожают оккупационных чиновников как на новооккупированных территориях, так и на территории временно оккупированного Крыма. Также активно действуют и по сбору и передаче военной информации, о чем говорят как сами координаторы самого движения сопротивления, так и командование вооруженных сил Украины, которые говорят, что в последнее время очень активно получают информацию военного характера, именно от разных партизанских движений, в том числе и от эши с территории временно оккупированного Крыма. Учитывая, что партизанские вылазки, действия партизан часто в основном бывают успешными, о чем это говорит? О том, что силы и возможности российских оккупационных войск, властей, таковы, что они не могут их противопоставить партизанскому движению? Ну, это, во-первых, говорит о количестве, исходя из практики, которая была в Херсонской области, после освобождения Херсона, то количество людей, которые были привлечены к партизанскому движению, это будет значительно больше, чем нам известно на данный момент. Много историй мы узнаем после освобождения, но и много историй мы не узнаем, потому что сейчас активно ведется преследование и задержание, при том задержание некоторых лиц мы узнаем постфактум, спустя месяц и полтора. Истории некоторых задержанных мы вообще можем не узнать, потому что российские спецслужбы стараются их вывозить сразу на территорию Российской Федерации. Но это то, что активность и эффективность партизанского движения, говорит, во-первых, то, что оно растет, количество поддержки на территории временно оккупированного Крыма значительно больше, и сил, которые уделяют российские спецслужбы и правоохранители, являются недостаточными, поэтому сейчас они больше делают демонстративные и судебные дела, и задержания. Так, страх от партизанского движения был настолько велик, что им пришлось даже на день независимости провести массовые задержания крымских татар, это не то, что они были причастны к какой-то противоправной деятельности, а это просто как бы профилактическое и устрашающее мероприятие. И тогда было задержано, и сейчас удерживается в местах пожалования воли 6 человек, а также 22 крымским татарам были вручены повестки, это также как устрашение, и 21 крымский татарин был привлечен к административному аресту от 7 до 10 суток. То есть это говорит о том, что оккупационная власть не знает, кто является этими партизанами, поэтому она больше действует на устрашение и на упреждение. Но пока это не дает действующих результатов. Ну а как они какие-то систематические рейды проводят, по каким-то наводкам работают? И есть ли портрет того человека, за которым охотится российская ФСБ, российские оккупационные власти в Крыму? Это мужчина, мужчина крымский татарин. Расскажите. Ну первое, это то, что люди, которые не обменяли документы украинские на российские, это даже делается и проверки во время пересечения административной границы между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Также люди, которые передвигаются на автомобилях с украинскими номерами, это те люди, категории граждан, которые проводят проверки, в том числе и через детектор лжи. Кроме того, также это крымские татары, они проводят систематические обходы в местах их компактного проживания, при этом расспрашивают разные ситуации о времени проведения, где кто находился, уточняют эту информацию, при этом, что информация не привязана к какой-то конкретной ситуации, а просто это как бы запугивание именно среди крымских татар. Также интересуются людьми, родственниками, чьи родные им известны, что принимают участие в вооруженных силах Украины в военных действиях. К ним в первую очередь, при этом, не только проводят с ними опросы, но и вызывают ФСБ и правоохранительные органы для проведения бесед. Также проводятся проверки и работа в местах именно среди молодежи, потому что молодежь также принимает активное участие. Вот если взять большинство акций, которые проводились с сопротивлением, это распространение украинской символики, это возле учебных заведений на территории временно оккупированного Крыма, поэтому сейчас активно проводится работа с руководителями этих учебных заведений, проводятся проверки в общежитиях. Кроме того, сейчас, в связи с тем, что они боятся, что молодежь будет втянута в партизанское движение, с 1 сентября у них два нововведения. Это обязательная военная подготовка, патриотическое воспитание, как раз делается акцент на воспитании детей и дискредитации украинской армии. И второе, это введение заместителя зауча по воспитательной работе в учебных заведениях, который будет непосредственно заниматься пропагандистской деятельностью среди детей, которые обучаются в этих учебных заведениях. Расскажите еще о рухе 1918, потому что об этой организации стало известно не так давно. Чем она занимается в Крыму? Ну, следует отметить, что все эти организации, движение сопротивления, они закрыты. Только желтая стричка имеет как бы официальных коммуникаторов. Все остальные мы только отслеживаем по телеграм-каналам или по сообщениям, которые они предоставляют. Движение 1918, как вы указали, появилось совсем недавно. И это связано как бы с сигналом оккупационной администрации российской армии про то, что Крым будет освобожден. Потому что именно в 1918 году представители украинской армии при Украинской Народной Республике был освобожден полуостров Крым, и это тогда удалось Украине. Поэтому это сигнал о том, что Украине это удастся и в ближайшей перспективе также. Поэтому это больше психологический вход. Но кроме того, они проводят активно распространение украинской символики по территории и в населенных портах временно оккупированного Крыма. А также передают информацию военного характера, принимают участие. И вот как уже как ранее указывалось формирование карты военных объектов, которые активно используются вооруженными силами Украины. И в связи с чем даже сейчас российские военные как бы рассредоточивают как военную технику, так и военные склады, вывозя их из военных объектов. Потому что в последнее время систематические удары как дронов, так и ракет, которые, взрывы, которые боевые происходят в Крыму, она приносит свой результат. Учитывая то, что партизанское движение в Крыму не то что сильно, сильно, живо, оно еще и усиливается с каждым днем. Как оккупационные власти действуют с точки зрения своей собственной безопасности? Не знаю, усиливают личную охрану, вывозят семьи, забирают деньги из банков, продают недвижимость, уезжают, возможно, сами. Ну, насчет выезда, продажи недвижимости, это связано не только с партизанским движением, но и с успешными действиями вооруженных сил Украины и их приближением к административной границе. Но, в свою очередь, они все-таки боятся за личную жизнь. Так уже было пропагандистам, которые проводят пропагандистскую деятельность на территории оккупированного Крыма, уже были покушения, так, непосредственно в городе Феодосино, одного из них. И это было организовано непосредственно одним из партизанских движений. Кроме того, следует отметить, как я уже говорил, что успешные удары по военным объектам, которые передают именно партизаны, приводят к тому, что российские военные меняют тактику, они теперь стараются держаться подальше от военных объектов, разосредоточивать свои склады. Это усложняет им логистику, значительно удорожает ее. Кроме того, и дефицит топлива, который сейчас возник на территории временно оккупированного Крыма, также связан с действиями партизан, которые, во-первых, указали склады нахождения топлива, это в Феодосии и в других населенных пунктах, по которым были нанесены удары. Также сейчас боятся использовать Керченский, Крымский, так называемый Крымский мост, для использования железнодорожного транспорта, для завезения этого топлива. Используют только небольшие партии, которые переправляются паромной переправой, из-за того, что Керченский мост также пребывает под контролем партизан, и информация про логистику, которая проходит через него и дальнейшие маршруты, также передается вооруженным силам Украины с помощью людей, которые проживают и неравнодушны в Украине. Спасибо вам, Денис. Заместителям постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, Денисом Чистиковым, говорили о партизанском движении на временно оккупированном полуострове.